В ее биографии отразились все российские политические трансформации за последние три десятилетия. Идет определенное отторжение власти. Я считаю, что очень серьезный звоночек. Для нашей политической элиты должна сделать вывод, что хватит здесь топтаться на московском пятачке, оторвавшись от людей. Благодаря ей россияне становятся бесправными, а их жизнь в стране бесперспективной. Дуборы президента только будут в марте 2024 года. А уже, ох, какая работа поднялась. Я не хочу осуждать всех, кто уехал. По разным причинам уехал, ну, по крайней мере, не обливая грязью свою страну. Но вот те подонки, которые не просто уехали, а которые сейчас, отрабатывая свои жалкие уйдены копейки, формируют базу для того, чтобы сорвать выборы, дискредитировать выборы, сейчас работают. И там, и здесь, ждуные, затаившиеся, не спят, просто затаились. Она вместе с современной Россией за годы ее существования прошла путь от ярой сторонницы демократии до прислушницы тоталитарного режима. Что, с женщинами труднее договариваться? Да, они менее коррумпированы. За эти годы создали одну из самых современных избирательных систем в мире. Но уж точно самую открытую и прозрачную. Вот аналогов в мире нет. Когда-то утверждала, что никогда бы не согласилась на участие в имитации политической борьбы или выборов, поскольку это ниже ее достоинства. Теперь советуют журналистам искать нарушения на выборах не в России, а в США. И садят парки дружбы на границе с Северной Кореей. Парк «Три границы» заложили в одном из самых живописных уголков Приморья, на стыке границ трех государств – России, Северной Кореи и Китая. Как отметила Элла Панфилова, она находится в Приморье впервые. И от края у нее только самые приятные впечатления. Тогда как в мире уже никто не сомневается, что российские выборы не имеют ничего общего с выборами, а Путин со словосочетанием «легитимный президент», ее задача – придать на лед законности его очередному переизбранию. Градус ожесточенности, чтобы нести выборы, он прямо пропорциональный суперважности предстоящих выборов. И мы на чеку, мы на готове. Все это председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Панфилова, которая за годы фальсификации выборов и служения режиму обрастает все новыми званиями и регалиями. За большой вклад в развитие избирательной системы Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу орденом «За заслуги перед Отечеством второй степени» награждена Панфилова Элла Александровна, председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Для меня, уважаемый Владимир Владимирович, честь великая получать сегодня награду от вас с нашими храбрыми коллегами из Донецкой Народной Республики. Элла Панфилова в девичестве Ликомцева родилась в Узбекской СССР, куда сослали ее деда-крестьянина в рамках кампании по борьбе с кулаками. Именно дед рассказывала, она воспитывала ее, пока родители целыми днями пропадали на работе. Получив золотую медаль средней школы промышленного узбекского города Алмалыка, Элла поехала учиться в Москву на инженера электронной техники. Там вышла замуж за товарища по институту Никиту Панфилова и сменила фамилию, после чего вступила в КПСС и стала продвигаться по партийной линии. Главное это возродить доверие людей к власти. Вот доверие. И чтобы это было не просто декларацией, а чтобы люди поняли, что вот это правительство, это их, это выразители их интересов. В 90-х годах Элла Панфилова одна из самых знаменитых женщин в российской политике. Сначала народный депутат СССР, затем министр социальной защиты населения в правительствах Гайдара и Черномырдина, а до 99-го года депутат Госдумы первого и второго созывов. Панфилова долго сохраняла имидж человека, который, если не сопротивляется современному российскому государству, то во всяком случае сотрудничает с ним в рамках вынужденного компромисса. На президентских выборах 2000-го года Панфилова была оппонентом Путина и первой женщиной в истории России, которая баллотировалась на пост президента Российской Федерации. Я считаю, что кто-то должен был начинать этот процесс с женщин. Понимаете, в обществе очень сложная такая странная ситуация сложилась. С одной стороны, действительно, женщин больше. Женщины несут на своих плечах очень многое, но они не принимают решения. Есть такая крайность одна, что выдавят женщин во власти. Их нет, их вымывают в все большей степени. И чем больше политика превращается, превнимает в качество продажности, тем менее женщин в политике, во власти. Это очень тревожная ситуация. На президентских выборах 2000-го года Панфилова заняла седьмое место, получив 1% голосов. Что меня удручает? Дело в том, что, скорее всего, конечно, Путин, наверное, будет избран в втором туре или в первом туре. Но власти надо будет очень серьезно задуматься. А какова же та объединяющая идея? Какая та целевая стратегия развития, которая поможет все-таки консолидировать общество? Потому что те методы борьбы, которые были в прошлой кампании, довольно грязные, вызвало у людей чувство отрешенности, апатии и ощущение, что ими постоянно манипулируют. После этого началось сближение Панфиловой с путинской властью и ее превращение в винтик-режима. В 2002-м Панфилова стала председателем комиссии при президенте России по правам человека. Затем вошла в состав Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по квоте того же Путина и была избрана ее председателем. У вас здесь стояли демонстрации по 100 тысяч человек. И эти люди, собравшись на демонстрации, заявляли о том, что власть, президент, вместе с Центральной избирательной комиссией сфальсифицировали выборы, обманули миллионы людей, украли миллионы голосов. Вы всем этим людям продолжаете говорить, что вы не допущены до выборов. Мы вас не пустим никогда и никуда, потому что вы нарушаете наш маленький уютный мир. Эффект митингов на ее решение ноль. Ноль. Мы не политический орган. Пусть люди митингуют, имеют право, но никакого значения, никакого даже маленькой толики на то, какие решения будут принимать, это не имеет. Хотела бы, чтобы все это прекрасно понимали. Хоть каждый день, хоть вот здесь, где угодно. Памфилова возглавила ЦИК России в 2016 году. Уже тогда, когда российские власти окончательно прекратили притворяться, что играют в честные выборы. Последние два года Центр избирком больше не организовывает видеотрансляцию с участков голосования для всех желающих. Когда Путин распространяет мифы о финансировании так называемой несистемной оппозиции западными странами, о нацистах и бандеровцах в Украине, эти тезисы с легкостью подхватывает вчерашний либерал Памфилова. И предстоящие выборы президентские, это не просто очередные какие-то президентские выборы, рядовые. Это выборы, от которых вообще будет зависеть судьба не только России, но мира на многие годы вперед. Если война – это мир, а свобода – это рабство, то выборы в России, если продолжать двоемыслие Джорджа Орвелла, это всегда победа без альтернативного кандидата в президенты Путина. Поэтому главное у Памфиловой впереди. Она должна устроить в России очередные псевдовыборы без выбора. Кандидат номер один, Владимир Путин, будет участвовать в президентских выборах. Хотел избраться как можно правдоподобней, но получилось через Жогу. 8 декабря стало известно, что Путин будет баллотироваться на пятый срок по просьбе военного преступника и самопровозглашенного спикера парламента так называемой ДНР Артема Жоги, который чуть ли не со слезами на глазах бросился из зала к кремлевскому тирану с вопросом, собирается ли он идти в президенты. Совет Федерации назначил выборы президента Российской Федерации. И я в лице всего нашего народа, всего Донбасса, наших воссоединенных земель хотел бы просить вас принять участие в этих выборах, потому что работы очень много. Благодаря вашим действиям, вашему решению мы получили свободу, право выбора. И мы хотим принять участие в выборах президента Российской Федерации. И вы наш президент. В Кремле назвали спонтанным решение Путина объявить об участии в выборах. Мол, это не было домашней заготовкой, и Путин до последнего сомневался, идти ли ему на пятый срок, заявил Песков, который в то же время утверждал, что у Путина конкурентов нет и быть не может. Путин следовал традиционным законам жанра, когда раз в 4-6 лет его упрашивали выдвинуть свою кандидатуру все. От Медведевой космонавтки Терешковой до людей из народа и работников Горьковского автозавода. На сей раз Путин дал себя уговорить стать президентом на встрече с так называемыми героями Донбасса в Кремле. По абсолютно странному истечению обстоятельств никто из охраны не обратил внимания на человека, который стоял в проходе и внезапно направился к первому лицу государства. Ой, эти тираны, как они всегда одновременно отзывчивы и скромны, потому что никогда не думают о себе, а всегда о стране, о людях. Кремль не стал ждать партийных съездов, потому что Путин выше и больше всех партий на свете вместе взятых, но при этом настолько человечен и близок к людям, что откликнется на просьбу, если просто дернуть его за рукав в коридоре. Как это трогательно и при этом драматично. Десятилетиями цепляться за власть, жить только ради власти, ради нее организовать и провести конституционный переворот и объявить его движение не с трибуны, а в кулуарах, как будто в личной беседе. После торжественной части участники встречи внезапно ринулись общаться с президентом России. Кроме жоги Путина умоляли баллотироваться еще ряд людей, награжденных им звездами так называемых героев России. Помимо военных, рядом с Путиным, согласно законам жанра, предстал шахтер, учитель, врач, инженер-авиастроитель, представитель благотворительного фонда и заместитель атамана. Мы верим вам, мы гордимся, что у нас такой президент. Наши ребята там свой фронт не оставили и не оставляют. Вот и вы нас не оставляйте. Вот Ермак, господи, прости, Юра, все-все по позвонным. Товарищ Верховный главнокомандующий, разрешите передать слова от ребят, которые сейчас находятся на передовой. Ребят есть. Было до ваших слов озвучено сейчас переживание. То, что будете баллотироваться, не будете. Поэтому просили передать, уважаемый Владимир Владимирович, чтобы вы оставались с нами, потому что вместе мы сила, и с вами мы победим. Вы наш президент. Будем вместе. После детально срежиссированной сцены с выдвижением Путина российское телевидение охватило череда праздников. Декабрь, время новогодних ярмарок и зимних забав. А еще в декабре принято подводить итоги года. И, безусловно, главным политическим итогом является заявление Владимира Путина об участии в президентской кампании. После 24 февраля 2022 года у Путина не осталось шансов красиво уйти из российской политики. Сейчас он играет в застенчивого пенсионера, потому что, несмотря на все старания Эллы Памфиловой, эти выборы самые опасные в его жизни. От них зависит его как политическое, так и физическое выживание. Зато после так называемой победы можно будет делать все, что угодно. Объявлять новые волны мобилизации, не обращать внимания на протесты в стране и падение курса рубля. Впервые выборы президента России будут трехдневными. С 15 по 17 марта 2024 года. Такое решение приняли в Центр избиркоме. Председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, такой формат уже успел себя зарекомендовать. На практике трехдневные выборы еще больше расширяют пространство для фальсификации голосования в России. Как и выборы на пеньках и дистанционное электронное голосование, которое недалеко ушло от них по уровню подтасовок. Российские СМИ до сих пор активно критикуют американские президентские выборы, ставя под сомнение победу Джо Байдена, в том числе благодаря электронному голосованию. Зато в законности победы Путина в Кремле не сомневается никто. В августе Памфилова заявила, что демократия в ее западном понимании России не нужна, поскольку там власть не большинства, а меньшинства. То есть это наша линия электоральная, линия фронта. И я уверена в том, что вот эта почти миллионная армия наша, она ее очень достойно пройдет. Сейчас Памфилова вместе с Жогой готовы гнать людей чуть ли не под дулами автоматов, на никем не признанное псевдоголосование, лишь бы любой ценой легитимизировать власть Путина на оккупированных территориях и провозгласить их русской землей. Я благодарю все наши регионы за то, что во время вот этих исторических выборов, которые прошли в ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской области, первые, впервые в истории новейшей России, когда люди выбирали свою, свою власть. Последние 7 лет Памфилова уничтожает любые возможности для россиян поменять преступную власть Путина. В конце 2022-го она была внесена в санкционные списки западных стран за организацию фиктивных референдумов на оккупированных территориях Украины и активную поддержку принудительной мобилизации в России. Самое главное, такое, я бы сказала, историческое отличие от всех выборов предыдущих, это то, что у нас 4 новых наших субъекта Российской Федерации впервые принимают участие в выборах. Так называемые выборы президента России путинская свита называет историческими, и всем ясно одно. Кремль сделает все, чтобы на них не было сюрпризов. Одной из последних инициатив Памфиловой стал запрет на дистанционное электронное голосование для россиян, уехавших за границу. То есть она и режим в ее лице демонстративно отказывают в реализации конституционных прав тем людям, которые в своей основной массе не поддерживают Путина. Впервые в истории новой России выборы будут проходить в столь токсичной геополитической атмосфере, когда сброшены все маски, когда рухнули останки дряхлых демократических декораций. Сейчас Соловьев, Симоньян, Киселев и Скобеева при любом удобном случае хвастаются российской демократией, указывая на то, что Кремль проводит выборы, хотя мог бы с легкостью их отменить. Однако многие историки хорошо помнят, что похожие выборы в фашистской Германии проводил даже Гитлер. Вот так, в частности, в 1938 году выглядел избирательный бюллетень, в котором у немцев спрашивали, согласны ли они объединиться с австрийцами и поддерживают ли список Гитлеров карманные рейхстагнацистов. Два вопроса объединили в один, и никакого списка Гитлера не прилагалось. Поле «за» нарочно сделали в несколько раз крупнее, чем поле «против». В итоге результаты этих голосований были сравнимы с теми, которые сегодня приносят Путину Элла Памфилова. Но рано или поздно эту прислужницу кремлевского режима ждет такая же судьба, как и пособников Гитлера. Международный трибунал только на этот раз в Гааге. Редактор субтитров А.Семкин